3 марта гурманы всего мира отмечают День вкусного завтрака. Напомнить о важности утреннего приема пищи решили педагоги и студенты техникума имени Гагарина. Будущие повары со своими наставниками накрыли праздничный стол и пригласили гостей. Когда мама готовит овсяную кашу, мне она почему-то не очень нравится. А здесь такая вкусная овсяная каша. Даже не знаю, что сказать. Секрет приготовления прост. В овсяную кашу, сваренную на молоке, добавляем цукаты и ягоды. Получается вкусное, полезное и сытное блюдо. От такого завтрака дети точно не откажутся. Каша очень вкусная, полезная. В качестве дегустаторов воспитанники 56-й гимназии – люберецкие депутаты во главе с председателем Владимиром Ружицким. Кроме каши, в меню вкусного завтрака – бутерброды с ветчиной, сыром и свежими овощами. На десерт – сырники со сгущенкой и тертым шоколадом. Все приготовлено руками студентов 2-го и 3-го, 4-го курсов. Какие-то заготовки мы делали вчера, а сегодня уже с утра, в 6 утра мы пришли и студенты готовили. Ну, под нашим руководством, конечно же, где-то что-то помогали. В люберецком техникуме имени Гагарина специальности повара и кондитера осваивают около 300 студентов. Сегодняшний праздник для них – своеобразный экзамен. После учебного заведения я планирую пойти в высший университет по той же специальности. Я с самого детства, в принципе, увлекаюсь готовкой. Меня это радует как и само потребление, как и сам процесс готовки. После вкусного завтрака женскую часть коллектива техникума поздравили с еще одним международным праздником. В честь 8 марта Владимир Ружицкий вручил преподавателям цветы и благодарственные письма. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.